Существуют такие три науки. Можете записать, оно вам ничего сейчас не даст, но просто ради, может быть, интереса. Есть такие три науки, без которых вообще понять или рассказать, как спасает Бог человека, не получается. Это хроматология, сатериология. Можете не писать, короче. Давайте запишем. Хроматология, это наука о грехе. Хроматология. А, хроматология. Сотериология. Вот это я, конечно, дала. И третий вспомнить не могу сейчас. Подождите. Сотериология. Антропология, вот, ху. Да, да, да. А сутериология? Сейчас скажу. О спасении. Спасении души. Именно спасение души, знаете, не просто спасение, а вот связано с душой. Смотрите. Это тоже наука? Да, целая, целая. Интереснейшая. Интереснейшая, невероятная. Благодаря тому, что один из даров пятисторонних, который сегодня, ну, может быть, недооценен достаточно, это учителя. Опять же, мы говорим о даре. Люди, которые своим посвящением жизни делали копаться, копаться в текстах, копаться, читать, думать, сверять. И выводить, делать выводы. Делать выводы. И для того, чтобы дать сегодня церкви науку о том, от чего мы как спасаемся, смотрите, как мы все быстро сказали, от чего мы спасаемся. Откуда вы это все знаете? Как, откуда? Ну, откуда? Откуда в церквях люди знают, от чего и каким образом, посредством чего спасает Бог? Основы веры. А кто их создал? Дерек Принц. О, Дерек Принц. А Дерек Принц какое образование имеет? Филолог. Богослов, наверное, тоже чуть-чуть. Он на филолог. Ну, это светское образование замечательно. Богословы изучают эти предметы. Это предметы. Так вот, антропология. Давайте начнем с этого. Кто есть человек? Существовали сами. Что есть человек, да. Кто есть человек? Когда он разбирается, если говорить о богословии, то рассматривается человек относительно космоса, относительно Бога, относительно себе подобных, относительно тех, кто меньше, животные, чем человек отличается от животных, бла-бла-бла, что с ним происходит в момент рождения, в момент смерти, душа, она прилеплена, не прилеплена. В этих полемиках учителя зашли достаточно далеко. Например, знаете ли вы, кто у нас по экзорцизму известный, ну, боже мой, ну, известный экзорцист прошлого столетия? Не Лестер, а Самбрал другой. Лестер Самбрал. Самбрал разве, да? Может быть. Или его Самбрал. Да. Лестер Самбрал. Так, вот я сейчас, мне кажется, что его учитель, тот, который перед ним был. Окей, ну, просто кто-то из них, нет, кто-то из них манизм. Знаете, кто такой манизм? Что такое манизм? Манизм – это взгляд на то, из чего или как состоит человек, какой он. И они, манисты утверждают, что человек, он не состоит из, допустим, духа, души и тела. Он состоит только из тела, душа которого является его мозгом, работой мозга. Если человек умирает, соответственно, останавливается жизнь души. И вот он такого верования. Есть богостовские взгляды, которые говорят, что человек состоит только из души и тела. И если, ну, вы знаете, там, да, там, дух душа и тела тоже. Вот отдельная наука. Есть четвёртый взгляд, который заставлял в промежутке между тем, что человек из двух составляющих и трёх составляющих. И вот он мне более всего близок, честно говоря, вот этот вот промежуточный подход. Потому что, если вы берёте тексты священного писания, я объясняю мой взгляд, или там, почему я так думаю, то в большинстве случаев, когда вы начнёте собирать вот это слово «духи, душа», вы увидите, что они очень часто взаимоисключающие как синонимы. не говорящие о каких-то разных там сущностях человека и так далее. Вот. И что дух человеческий — это самое глубинное, самое сокровенное, самое такое вот глубокое место человеческой души, дух, который оживляется от Бога и мёртв, когда Бог не прикоснулся к тому самому сокровенному месту души. Вот как-то вот так. Вот как-то так, если… Так вот, когда вы имеете какой-то такой подход, отсюда вы пляшете, как у вас человек спасается, что там с его душой происходит, духовное вначале или недуховное. У нас у всех вначале стоит какое-то убеждение, мировоззрение, от которого мы строим свои верования и догмы. И мы их не проверяем. Понимаете? Вот мы что-то так вот думаем, вот верим, и мы не знаем, откуда появилось это, вот это, вот этот взгляд. Откуда? От Бога. Все четыре? Ну, не все. Так и все от Бога. Ну, Бог сам себе не противоречит, друзья. От Бога? Давайте, хорошо, от Бога. У нас только суверенитет, и все. Мы суверенное существо. А остальное все от Бога у нас. И желание. Заблуждение, они не от Бога. Неправильные решения, они не от Бога. Плохие греховные желания и эмоции, они не от Бога. И вот всего очень много у нас не от Бога. Это называется человеческий фактор с его греховной природой, ибо нету праведного ни одного. Из песни слов не выбросишь. Очень много в человеке на сегодняшний день не от Бога. Куда мы это все денем? Или оно спит, когда мы вот это вот поклоняемся, оно спит? Нет. Оно вместе с нами ходит. Но мы выбираем просто. Понятно. Но наш выбор мотивирован иногда добрым, иногда злым убеждением. Если человек выбирает злое, значит, он наполнен злом. Если доброе, значит, он наполнен добром. Для этого нужно выбирать правильно. Но мы очень часто выбираем неправильно. Мы делаем ошибки. Ну вот поэтому и зло приходит. Из-за того, что ошибки. Зло, оно уже существует в мире, друзья. Оно уже есть. Мы живем в мире, наполненном злом. Человеческая природа извращена. Природно унаследован грех от Адама. Я хочу прочитать вам одно место. Блёс Паскаль. Я его очень люблю. Сейчас, одну минуточку. Где-то оно у меня тут вот было. Я его внесла в пособие по евангелизму, когда речь идет о спасении души. Блёс Паскаль. Сейчас. Давайте я вам прочитаю, что он, наблюдая за человеком, говорит. Антропология. Что есть человек, да, Давид говорит. Что есть человек, что ты его посещаешь. Паскаль говорит. Что это за химера, человек? Какая невидаль, какое чудовище, какой хаос. Какое поле противоречий и какое чудо. Судья всех вещей. Бессмысленный червь земляной и хранитель истины. Сточная яма сомнений и ошибок, слава и ссор вселенной. Кто распутает этот клубок? Узнаем же от истины несотворенной и воплощенной правду о нашей природе. Это журнал мыслей, а вообще о сущности человека. Если бы всё так было просто, мы бы сегодня не видели ужасно много примеров, которые хочется спрятать от глаз. Когда люди, которые помазаны и вчера были во славе Божьей, сегодня совершают публичные преступления и позорят тело Христа. И никто из нас не может до конца понять, как они смогли. Теория, теория. Мы имеем факты. Так вот, антропология. Она изучает человека, кто он есть, этот человек. Кто, говорит Давид, кто есть человек, что ты посещаешь его. Немного умолён он перед ангелами, тоже задавал этот вопрос. Сатериология, она пытается высчитать, где же эта душа у человека. Как же она влияет на его поведение, почему она страдает и бла-бла-бла и прочее. Наука о грехе, она говорит о том, что в человеке конкретно было повреждено, почему имеет ли он силу, почему он делает такой выбор, как вы говорите, а не другой. Что происходит с ним в тот момент, когда, осознавая, что он делает зло, он всё равно выбирает делать зло. Что, почему это люди делают? Что испортилось водами, что он пилит сук, на котором сидит, осознавая, что сам себе причиняет вред. Кто и когда может ему помочь? Где эта сила воли? У всех ли она работает? Почему мы видим часто людей, у которых сила воли поражена? По какой причине она поражена? Почему люди носят наследственное проклятие и не могут избавиться от него? Почему, почему, почему? И есть вот такие вот сумасшедшие, в кавычках, они всё время пытаются раскопать ответы на эти вопросы. И это дар для тела Христова, потому что эти люди, они тратят огромное, колоссальное количество времени за книгами. Послушайте, на это нужно так много времени, что вы себе не представляете. Это не в промежутках между рабочим временем, там, в перерывах. Это посвящение. И вы это делаете? Не так, как хотелось бы мне. Я не могу похвастаться. Я бы хотела этим заниматься всегда, но я человек нестабильный в этом. Вот, но стараюсь. Я стараюсь. Как ты чувствуешь? Да. Я учусь. Сейчас тоже снова учусь. Учить нас, может, не только книги, но и книги тоже. У человека, ищущего ответы, учат всё. У человека, думающего, что он их получил, не может научить никто. Ну, это тоже избрание. Это Бог просто избрал. Не без нас. Вы понимаете, вот не без нас. Вот призвания Божьей дары не приложены. Аминь. И когда, как говорит один проповедник, когда ты у свиного корыта, твоё избрание продолжает быть на тебе. Когда ты призван, Бог никогда не передумает. Когда Он тебе дал дар, Он никогда не передумает. Но когда ты будешь у свиного корыта, твой дар будет с тобой. И твоё призвание будет на тебе. Но где ты будешь, это ты решил. Как ты развиваешься? Но опять же, суверенитет. Право выбора, безусловно, остаётся. Но почему-то мы не можем всегда понять, почему один сможет смело выбрать, а второй хочет и не может. И он связан, и он поражён, и ему нужна помощь со стороны. Один пришёл к Ешуа за исцелением, второго принесли на носилках, друзья. И я думаю, что это очень... Если вы смотрите на исцеление, не было одинаковых. Они были все разные, и у них не было одного принципа. Так вот, душепопечение в теле Мессии, это, наверное, что-то похожее на вот этих людей, которые носят на носилках. Я хочу сказать, зачем я вам про эту статериологию и прочее сказала. Не спешите делать утверждение. Не спешите ставить печати на эту сферу. Это очень... Душа человеческая, это непонятное нечто, неизведанное, нераскрытое до конца. Люди себя не понимают. Но думать, что понимают других. Разберём Писание, да? Да, пофилософствовали, сейчас Писание. Самая древняя книга в Библии. Какая? Кто знает? Самая древняя. Иома. Иома. Замечательно. Как так умудрилась эта книга быть актуальной до сегодняшнего дня? Скажите, что такого делали эти друзья? Вот что делали друзья? Искали грех. Искали в нём... А чего они пришли к нему вообще? Утешать. Они пришли его утешать. Они даже постились. Они постились, и они шли его утешить. У них были абсолютно благие намерения. И самое лучшее, что они могли бы сделать, знаете что? Если бы они просто молчали. О, да. Но когда они пришли, когда они пришли, что-то произошло, когда они его увидели. Понимаете? Их переклинило, когда они его увидели. Они дошли, у них был свой план, как они придут, что они там сделают. Они всё хорошо, наверное, продумали, постились. Они чувствовали себя хорошо. Они знали, что они делают благое дело. Мы же когда добро делаем, все себя чувствуем хорошо. Но вот когда они его увидели, все их планы полетели тар-тар-рым. Они начали делать вещи, к которым не готовились. Почему? Что они увидели? Что с ними произошло? Почему их вот так вот переключило? Как вы думаете? Они увидели картину ужасающую. Они не предполагали, что увидят то, что они увидели. Когда они увидели их друга, с которого слезла кожа, к которому нельзя подойти близко. А ведь этот кошмар, они психически, это я так думаю. Они не справились с тем, что они увидели. И мне вообще кажется, что они испугались, когда они его увидели. И испугались не за него, а за себя. И я объясню вам, этого в книгах нет. Я хочу поделиться своим соображением. У меня просто была похожая очень картина в жизни. Слава Богу, я не сидела в пепле. Не была прокажена. Но в моей жизни был такой период очень драматичный. И я была вдовой. Это день похорон. Это день похорон. И в моем доме несколько... Ну там люди ходили, я всех не помню. Не очень состояние было нормальное. Вот такое, чтобы всех помнить. Ну и вот, как бы и я старшая. Вот во всей общине я старшая. У меня горе, но я еще и старшая. Знаете, как бы вот эти вот погоны, они как бы, они что-то не снимаются. Вот помнишь, что ты ответственный. И вот с тем горем, которое я пережила, я не знала, как его переживать. Книг по этому поводу не было, знаете ли, тогда никто не рассказал, как правильно горевать. И можно ли горевать, и вообще, и как это должно выглядеть. И про скорбь никто не учил, я из харизматической церкви была, может, все в раю были, все духовные. Плакать нельзя, может, только... Ну, в общем, я не знала, как себя вести, я себя как вести не знала. И пришла моя подруга, сестра, она говорит, значит, разговор в коридоре. Втроем мы стоим, сестра из общины, и сестра, Алиса Покойно-Шинова, которая приехала ко мне поддержать меня, она находилась рядом, и подруга, которая пришла, говорит, ну что, по кофейку пойдем? Ну, она такая, знаете, по кофейку пойдем? И Алиса говорит ей, она говорит, слушай, ну как-то, ну, давай не сейчас. И моя эта подруга, она говорит, да что ты все нормально, что еще проблема? Да все ему там нормально, что вы начинаете, пошли по кофейку, ударим. И я, и таких ситуаций, как эта, их было так много, вы себе не представляете. Я понимала, что мне этих людей еще нужно нести. То есть мне было настолько тяжело, но мне нужно было нести вот эту вот глупость, церковную невоспитанную глупость. Я по-другому не могу это объяснить. Они вели себя очень странно, и мне нужно было терпеть и нести их за их дурацкое поведение. Я прихожу в служение, и стоит брат такой, он из другой церкви приходил, и такой говорит, и у него такая улыбка, ныра от истерики такая, он говорит, я что, Коля помер? Я кажу, да, он говорит, соболезную. И, конечно, мне хотелось дать в рыло, я вам честно скажу. У меня чувства были очень неправедные, честно говоря. Вот, и мне нужно было очень много духовных сил, друзья, держать себя в руках, чтобы терпеть вот это, вот это. Что произошло с этими людьми вокруг меня? Они испугались очень сильно того, что произошло в нашей жизни. Потому что мы для них были духовными лидерами и примером. И когда такое поражение пришло в нашу жизнь, они все испугались за себя и поубегали из общины. Просто поубегали, потому что они не справлялись из-за страха за свою собственную жизнь. Они говорили, ну вы же говорили, что Бог исцеляет, ну вы же говорили, то вы. То есть ваши же... Что делают друзья Йова, которые пришли к нему? Они ему возвращают его слова. Обратите внимание, когда будете читать, они возвращают ему его слова. Он говорит, не ты ли говорил? Мне кажется, что они напуганы, как мои овечки были. Потому что они пришли к уважаемому человеку, который сидел при воротах. Скорее всего, он был учителем, потому что они цитировали его учение о Боге. И я думаю, что когда они пришли и увидели весь этот ужас, они вообще не знали, что делать и что говорить, потому что Йов уже был в совершенно другом месте. Он вышел из вчерашнего дня, из вчерашнего познания Бога. Он пришел в другое место, где эти ребята еще не были. И понятно, что ничего принести они ему, как душепопечители, как друзья, не могли. Потому что, чтобы принести Йову ответ, нужно было понимать, в чем он находится и что он переживает. А это был далеко не их уровень компетентности. И они просто ляпали, что-то ляпали, чтобы ляпать, знаете. Духовно. Поэтому, когда мы читаем книгу Йовы, мы не понимаем, а что же неправильного они сказали. В их словах нет ничего неправильного. Они говорят истину. Только они совершенно не понимают душу человека, какую травму они наносят тому, кто сейчас находится в скорби. И вот это как раз то не навреди, чему обучаются душепопечители. Говорите слово, которое вам удобно, если вам так режет ухо психология. Но сейчас хочу прочитать. Просто прочитаю, хорошо? Не буду пересказывать. Прочитаю кое-что. Что бы мы ни подразумевали под этим словом психология, как бы мы ни стремились его определить, все объяснения не могут в достаточной мере отразить содержание этой дисциплины. Потому что, ну, тут высказывания профессоров, антропология и прочее, не буду это пересчитывать. Сейчас, вот, вот. Давайте прочитаем о нас с вами, о нашем мировоззрении. Сейчас, сейчас, сейчас. Так. Он видел в материи человека, спекляющий на его интеллект и чувствование. После подобных утверждений, ну, там, короче, один ученый что-то там высказал. Он, именно по, как вы говорите, загулял с понятием психология далеко в мир, в светскую науку. Один из учителей начал высказываться об этом с мирской, со светской точки зрения. Это вызвало по отношению к его публикациям протест. После подобных утверждений христиане начали скептически относиться к психологической науке. Многие христиане по сей день думают, что психологии, что психологии уделено чрезмерное влияние, внимание. Психология, как сугубо светская гуманитарная наука, не приветствуется. Во многих церквях они ссылаются на 1 Коринфянам 2,5, где написано «Духовный судит обо всем, а о нем никто судить не может». И еще, кто из людей знает, что в духе человеческом, в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Апостол Павел был образованным человеком, и Евангелие проповедовал в текст не в премудрости слова, а в явлении духа и силы. К чему же тогда нам создана слепыми вождями наука, для того, чтобы помочь и разрешить их проблемы, и без того, чтобы привести их к Богу? Значит, продолжу, ладно. Все это серьезные доводы, хотя они часто выдвигаются для оправдания людьми своей некомпетентности. Поэтому вопросу, поскольку Духовный судит обо всем, вот это из текста, мы будем рассуждать о психологии с евангельской позиции. Ведь часто верующие боятся психологии, опасаясь, что узнают о человеческой природе что-то, что не согласуется с их верой. Карл Густав писал по этому поводу, по-моему, вера не исключает мысли. К сожалению, многие верующие, похоже, так боятся науки, что не замечают великих психологических сил, извечно властвующих над людскими судьбами. Нет сомнения в том, что современная психология построена на гуманизме, где в центре стоит человек, а не Бог, как творец всех созданий. Ну то есть дальше, ну в моей книге, которую я сейчас зачитывала, там есть схема, которая показывает, что порядка там, я не знаю, 10 видов психологии сегодня существует, которые конкурируют с пастерской психологией. Друзья, существуют в мире книжные магазины, да? Существуют? Когда вы говорите, что это христианский магазин книги, вам о чём-то это говорит? О чём вам говорит книга и христианская книга? О чём вам это говорит? Ну о чём-то в книге. Ну книги, наверное, духовного содержания. Совершенно верно. Совершенно верно. Когда вы идёте в кино или вы идёте на фестиваль христианского кино, о чём вам это говорит? Когда мы говорим христианский. Совершенно верно. Когда мы говорим психология и церковная психология, это точно так же для нас должно обозначать, что душепопечители занимаются душой человека с тем, что они верят в то, что его сотворил Бог. Они знают о духовных законах, они вводимы святым духом, но они не отрицают или не выкидывают ребёнка. Это компетентность, понимаете? Это компетентность. Определённая компетентность, понимать, как помогать этим людям. Просто и всё. А как раньше помогали? Когда психология не была. Помогали. Душепопечения термин в каком году? В 500-е и 600-е. В 500-е и 600-е он уже был выведен. Помогали, друзья? Ещё как помогали. Всегда в каждом поколении есть язык, есть культура, есть то, как... Она же изменяет церковь. Наши отношения к миру сегодня, оно современное, оно не такое, как 100 лет назад было. Просто называется это по-другому. Всегда душепопечение было. Пусть вы назовите это другими словами. Пусть это можно назвать даже мудростью, сходящейся. Пусть, как вам угодно. Но сегодня есть... Сегодня есть наработки. Или... Ну, давайте вот... Я говорила, что я вам дам несколько... Несколько таких вот принципов, что ли. Например, нельзя давать советы. Вы знаете об этом? Только запишите себе. Советы давать нельзя. Если вы занимаетесь душой человека, вы не должны сдавать советы. Самая большая травма и проблема наносится, дефект наносится человеку ущерб тогда, когда душепопечитель, духовный настанник, пилит ему мозги. Он его не слышит. Он ему, как друг Йова, пришёл и Библии... Он вообще не понимает, что... Он не попытался понять, что с человеком вообще происходит. И, возможно, иногда кому-то нужно оказаться в этом месте, чтобы вы поняли, о чём идёт речь, когда вас не понимают и дают вам советы, которые вообще вам не нужны и никак не помогут. И такими вещами душепопечители закрывают дверь перед людьми, у которых есть нужда. Они стучатся в двери и потом понимают, мне здесь не дадут никаких ответов, лучше я даже не буду начинать. Не давать советы. И это нужно научиться. Не давать советы, нужно научиться. Это нужно так вести диалог, чтобы не давать советы. Ага. Так надо научиться, а кто ж нас научит-то? Вот именно. Вот. Вот для этого существуют разные хорошие, полезные практики. Если мы не будем их сразу на них ставить крест, ну, так чуть-чуть прислушиваться, может быть, у меня вопросы заготовлены. Вот как вы думаете, использована ли психология в построении реабилитационных центров? Конечно. А энкаунтер? Конечно. А домашние группы? Угу. Все. Ну, мы это слово страшное не говорим, и все проходит. Я однажды в руки ко мне попал затертый такой ужасный ксерокопик. Это книжечка такая на затертой бумаге. Это было очень давно, очень давно. Какие-то там 90-е, я была лидером домашней группы тогда, и попалась ко мне какая-то книжка по консультированию. Я сейчас понимаю, что это тогда. Я очень была человеком неразборчивым, и все, где любая литература, где написаны цитаты из Библии, она хорошая. Все, где есть там, Матфея 3.15, все, это все идеально. И когда я ее открыла, она меня настолько сильно захватила, я понимаю, что это как раз вот эта тема, которую сегодня я уже преподаю. Это помощь, душепопечительская помощь людям. И, допустим, проблема замещения, когда, я помню, одна глава, она рассматривала ситуацию, когда родитель перенес замену на ребенка, когда заставляет, допустим, своего ребенка, сына или дочь, выполнять роли мужа, там, ну, перенос делала. И замена, подмена такая, да, что ожидает от ребенка, внимания, заботы, того, что должен был там делать муж. И вот при разводе вот ребенок стал жертвой. И вот разные такие вот истории разбирали на каждой страничке. И меня это все очень сильно так, вот, как интересно, надо же. И попадает ко мне на домашнюю группу сестра одна. И женщина, по-моему, она была еще тогда необращенным. Я вот не помню, но это была начальная стадия точного ухождения с Богом. И мы ее попросили помолиться отцу. И она сказала, что она не может. И мы начали с ней разговаривать. И когда она рассказала о своем отце, ну, вот есть маньяки, знаете, вот маньяки. Он отрывался на семье по полной. Насилие просто было сумасшедшее в доме. Они жили только тогда, когда его не было. Когда он приходил, они прятались. Кто куда мог, кто не успел, тот попал. И когда эта женщина пришла в церковь, и ее учили молитве отче наш или отец, папочка, она ничего не испытывала, кроме ужасных чувств. Боль и страх у нее. Какое родство? У нее не Бог, в ее глазах мог быть кем угодно. Хоть мамой, только не папой. И там был какое-то вот предложение в этой брошюре. И мы стали перед ней на колени от лица ее отца, который уже был покойный, попросили у нее прощения. Для нас это была чуть ли не игра, друзья. Ну, правда, вот книжка, сделай так. Мы стали, сделали. Она получила такое освобождение. Дух Святой начал работать. Это всего лишь навсего инструменты. Не надо думать, что вот прям инструменты — это панацея. Если Дух Святой не работает, никакой инструмент не поможет. Там только Дух Божий может исцелять человека. Никакая психологическая штука не может изменить человека. Она может временно помочь, облегчить страдания. Изменить — нет. Мы все еще жаждали, любили Бога. Бог сделал невероятную вообще с ее душой метаморфозу. Когда старшие пастора узнали, что мы сделали, нас наказали. Потому что, оказывается, это было вот вопреки доктринам об исцелении или еще что-то там. Спиритизм. Ну, что-то в этом роде. Что-то за такие там, просить за кого-то прощение. Что-то такое там. Ну, вот такое. Ну, да. Спиритизм. Физически представить себе обидчика. Просто помогает ему представить того, кого нет. Вот и все. Как прощать того, кого вы не можете даже представить перед собой? У кого-то с воображением очень хорошо, у кого-то нет. Сам инструмент этот не может быть панацеей. Нельзя сказать, что вы сделаете это со всеми, у всех это сработает. Безусловно, тут нужно вождение Духа Святого, еще что-то. Но в этом нет ничего страшного. Я видела, как эта сестра получила освобождение и исцеление в тот день. И когда нам сказали, что это нельзя, мы очень сильно так озадачились тогда. Ну, мы же видели нечто. Мы видели, как Дух Божий работал. Там вся группа домашки просто лежала, поклонялись, кто плакал, кто каялся, восхищались присутствием и действием Божьим. Мы пережили Бога. Того же самого, того, да, того, того Христа пережили, которому отдали жизнь, понимаете? А тут всего лишь просто во взглядах была вот недружба во взглядах. Сегодня это успешно употребляемая практика. В энкаунтерах прежде всего. Это делают вам, это нормально. Далее. Вот, что я хотела еще чем закончить. Одну минуточку. Да, да. А что еще нельзя? Нельзя давать советы. Да, еще нельзя давать советы. Если человек получает от вас вот эту душепопечительскую помощь, не надо делать встречи частыми. Правило очень простое или мысль, она проста. Этот человек жил до вас как-то, и вы не спаситель. Он справлялся со своей проблемой и, возможно, будет справляться всю жизнь. И если он с вами начал об этом говорить, это не значит, что вы должны немедленно ее решить. То есть не делать из себя мессии. И еще очень важно, так как бы у меня отдельно этому блок посвящен, мы, наверное, к этому как-то еще вернемся, это конфиденциальность. Это очень сложный момент, потому что, когда речь идет о власти сегодня, говорили о структурной власти, тут, ну, к этому вопросу нужно подходить мудро, потому что нельзя подписываться под конфиденциальность в тех вопросах. Есть вопросы, в которых нельзя подписываться под конфиденциальность, скажите это слово, спасибо. Да, нельзя под нее подписываться, и эти моменты тоже нужно отличать. Например, человек говорит, что он хочет, прям жить не хочет, вот жить не хочет. Есть люди, которые просто вот они так бурно описывают свою жизнь, что им все равно, что жить не хочет, что хочет, они так выражают эмоции свои. Но другой человек, когда говорит, что он жить не хочет, это значит, что он продумывает о том, как это сделать. Суицид, понимаете? И когда вот такие вещи происходят, нужно, почему я говорю, не давайте советы, а спрашивайте, 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 уточняйте вопросы таким образом, чтобы, ну, как бы очень хорошо понять, что человек имел в виду. Ну, например, если человек говорит, что хочу просто что-то с собой сделать, это может быть момент, временный момент отчаяния, что для него абсолютная норма. А другой говорит, что хочет что-то с собой сделать, вы задаете ему вопрос, ну, это пример. Вы задаете ему вопрос, как часто вы думаете об этом? И потому, как человек начинает отвечать, вы начинаете понимать, насколько это серьезно. И может быть. Следующий вопрос, который вы должны задать, он примерно такой. Вы думали о том, каким способом вы покинули эту жизнь? Такой опа вопрос, ай-яй-яй, мы же будем, значит, это что, да это грех, да, там нельзя, да, Иоанна 3.16, и все. Ты думал как-то это, и вы можете в процессе узнать, что у этого человека уже в тумбочке лежит вот то самое, чем он собирается закончить свою жизнь. И вы не должны конфиденциальность никакую тут подписываться. То есть этим вещам, а я не могу вам сегодня вообще дать науки, потому что, честно говоря, тому нужно посвятить, ого, как времени много. Моя цель вас, наверное, направить на то, что это возможно, это, я считаю, необходимо в теле. Вот, вот такая у меня, скорее всего, цель. Вот, но точно не дать вам все решения, потому что это невозможно сделать, даже вот если бы я давала вот так, вот это можно, это даже четыре вечера, это ничего. Вот. Так вот, чем я бы закончила. На платформе гуманизма, ну гуманизм это человек во главе всего, да. Значит так, каждый учебный, каждый студент высшего учебного заведения находится под влиянием того или другого рода философского мировоззрения. У нас в церкви люди идут в вузы, да или нет? Идут, правда? И там они слушают все, что слушают. И преподают там и философию, и историю, и прочее, далеко не мы с вами. Там специалисты, ученые, которые светские, которые могут им так забомбить голову, что мало не покажется. Наши молодые люди попадают в вузы и начинают получать другую историю, другую информацию. Вышли из аквариума, попали в мир. Начинается бомбардировка на мировоззрение. По окончанию вузов они становятся, в кавычках, хорошими психологами. Ну, например, они идут учиться психологии. Они становятся хорошими психологами и остаются неплохими христианами. Впору они не имеют никакого понятия о том, как совместить веру с наукой и наоборот. Еще хуже, они часто в этом даже заинтересованы. Они стремятся рассматривать обе стороны жизни строго раздельно. Так как, ну, очень короче, они вышли из церкви, они знают, что психология – это плохо. Это светская наука. И пошли туда учиться. Что совмещать? Они вместо того, чтобы взять эти знания и принести в тело Христово, в помощь, они даже не пытаются это совмещать. Ведь это же плохо. И они внутри себя ходят, как, извините, духовные шизофреники. Потому что занимаются искренне. У них одно полушарие, они понимают, что эта наука нужна. Они видят результат, они компетентны. С другой стороны, полушарие говорят, это плохо, ей надо только верить. Верить только надо. И вот так они живут. Это не целостность, это не шалом, это бесполезность. Потому что вот, ну, база такая изначально была. Вот я вам сейчас зачитаю, сколько этих. Так, натуралистическая психология, эволюционистическая, неопозитивская, какая-то трансцендентальная, гуманистская, экзистенциальная, феноменологическая, идеалистическая, материалистическая. И это все конкурирует с пастырской психологией. А, да, конкурирует. И есть только то, вот то, о чем наш предмет. Проще. Это очень тяжело. Это хорошо, потому что, когда нам кажется, что все просто, то вот лучше понимать, что есть сфера, где поосторожнее надо. Лучше. Лучше слово Божие. Сегодня у нас предмет душепопечения. И будем доверять дарам. Когда Первая Церковь появилась, Новым Заветом никто не пользовался. Люди делились той мудростью, которая у них была от Бога. И сегодня нам нужно не отвергать ту мудрость, которая есть у тех, кто служит Богу. И имеет свою компетентность. На этом мы закончим сегодня, окей? Окей. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok